3 сентября Все началось с того, что у меня пропал интернет Это было обычным делом для моего города И я бы не обратил на это внимание Если бы на следующее утро весь мой бытул не говорил об этом Сеть пропала у всех И далеко не у всех был один и тот же провайдер По телевизору в тот день сказали, что случилась авария Что доступ восстановят, как только смогут Но еще тогда у меня появилось некое беспокойство Люди вокруг, даже те, кто об интернете знал по наслышке Начали вести себя странно У многих начали сдавать нервы Участились драки в общественном транспорте и на улице Продавцы в магазинах хамили как никогда Про количество ДТП я вообще молчу И все три дня дул необычный для наших краев северный ветер А на третий день солнце не встало Ну или так нам показалось Телевизор работал на режиме чрезвычайной ситуации По всем каналам крутили только одно сообщение О штормовом предупреждении А кругом стояла темнта Небо видно не было Не ясно было, то ли это были полотные тучи То ли это был дым То ли не пойми откуда все небо закрыл один огромный стальной купол Вопреки ожиданиям паника не началась Вместо этого люди помрачнели И начали молча разбирать запасы из магазинов Некоторые все же поддались У них сдали нервы Они попытались уехать из города Однако чуть дальше городских фонарей Начиналась кромешная тьма И редкие фонари могли с ней совладать Освещая из последних сил лишь круглое это дно под собой Никто не знает Что случилось с теми, кто уехал Телефоны не работали уже два дня А телевидение замолчало Я решил начать вести этот журнал Просто чтобы не сойти с ума и записать происходящее хоть куда-то Четвертое сентября Встретил друга радиолюбителя Он сразу потащил меня к себе на чердак И обещал кое-что показать Еще попросил поделиться припасами Я заглянул домой Взял с собой пару банок посоли У меня много тушенки Но ей я делиться не буду Пятое сентября Мне все сильнее кажется, что никто за нами не придет А что же будет, если электричество кончится? Вчера друг показывал мне свою самую большую антенну И уверял, что эта антенна способна посылать сигнал даже в космос Мы просидели несколько часов, пытаясь поймать хоть какой-то сигнал Нашли только шум И какие-то шифрованные частоты Еще была одна станция, лечающая на китайском Все время повторяющая не очень длинную речь Но перевести ее нет никакой надежды Я не возвращался домой в этот день Нами обладело стойкое чувство, что открывать дверь совсем нельзя Этой ночью мне снился кошмар В нем я увидел, как открывается дверь Как в нее пролезает длинная пасть с водливыми зубами Проснулся И я еще до того, как увидел морду этого гостя И на всякий случай проверил замок Замок был закрыт И на утро, если это можно назвать, утром страх прошел На-ка, другу снился похожий сон Интересно, что же это было? 6 сентября Видел за окном странные огоньки Сегодня электричество пропадало на час Во дворе соседи разожгли из мусора огромный костер Выдался хороший шанс поговорить с ними Оказывается, домашние животные у всех пропали А те, что в клетках были, умерли Было страшно, так как несколько раз я видел на грани света и темноты собак Может быть, какие животные в порядке? Я давно не слышал птиц 8 сентября Я не могу в это поверить Я целый день не вел журнал, потому что солнце вернулось Погода ужасно пасмурная, но стало видно небо Кругом сплошная пелена туч Я весь день гулял, но мне все еще не по себе Я узнал от соседей, что из города пропали щи бомжи Связи по-прежнему нет 9 сентября Мы не можем покинуть город Сегодня вернулись несколько машин, которые решились уехать, когда все начиналось У водителей сильное обезвоживание Говорят, что дорога не кончалась, заправок нигде не было А ближайшая деревня полностью пуста В ней несколько сгоревших домов А уезжать дальше никто не решился 10 сентября Сегодня ночью в город вернулись собаки Пришлось заколачивать двери и окна, чтобы спастись Но паре бедолар не повезло Это были уже не те собаки, которые пропали Это было нечто ужасное В темноте их было почти не разглядеть Но то, что выхватывало фонарь, я могу описать просто как кусок фарша с торчащими зубами, когтями и глазами Да как они вообще двигаются И я надеюсь, что бомжи не вернутся Одиннадцатое Я больше не знаю, какой сегодня день Электричество пропало довольно давно Воды в кранах нет С оставшимися соседями решили собрать экспедицию, чтобы уехать так далеко, как только сможем Оставаться тут уже никому не хочется Двенадцатая Больше половины людей умерло Это даже не самое ужасное Я очень хочу забыть то, что я видел сегодня Эти собаки совсем не знали, когда остановиться Они жрали убитых, пока им не разорвало желудки И даже истекая кровью, они продолжали заглатывать мясо Кругом это мясо и зубы Только бы из этого кошмара найти выход Тринадцатое Мы к пути уже второй день Все ужасно хотят спать Мы меняли друг друга за рулем Мы даже заправлялись на ходу, высунувшись с канистры из окна Мы пытались остановиться трижды И трижды замечали неподалеку вечно Мне кажется, что это были те самые собаки и люди, которых они сожрали Только они теперь одно целое Еды хватит еще на четыре дня Но вода уже на исходе Решили наполнять мочой пустые бутылки Четырнадцатое Хода нет Я, наверное, последний Мы доехали до ближайшего города И тут их еще больше Они выглядят, как огромные куски мяса Обросшие глазами и зубами Некоторые из них размером с машину К счастью, я нашел длинный кусок провода И смогу сам все закончить Я не хочу, чтобы меня сожрали заживо, как остальных Их просто вытягивало внутрь и перемалывало Как же повезло тем, кого затащили головой вперед Интересно Так везде Субтитры сделал DimaTorzok